Всем привет! И сегодня у меня не самая радужная новость для российского спорта, и я не могу, не могу молчать, честно, не могу молчать, потому что новость бомбезна на самом деле. Я лучше прочитаю, чтобы не было каких-то там недопониманий. ВАДА отстранила Россию на 4 года, друзья мои, на 4 года от Олимпийских игр и Чемпионов мира. Из полкома Всемирного антидопингового агентства ВАДА принял рекомендации Комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и Чемпионаты мира. Сегодня в Лазанне произошло заседание из полкома ВАДА, посвященное вопросу статуса РУСАДА. Сообщается, что решение принято единогласно. Ранний комитет по соответствию рекомендовал лишь агентство статуса отстранить Россию от международных стартов на 4 года, а также лишить страну права проведения крупных спортивных турниров. Российские чиновники не смогут посещать Олимпийские игры и другие крупные турниры. Также российская сторона выплатит штраф. Чистые российские спортсмены будут допущены до игр и Чемпионов мира, но только в нейтральном статусе, без флага и гимна, то, что происходило на прошлых Олимпийских играх. И это было не круто. Это было не круто. Причиной стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержат результаты исследований за 2012 и 2015 года. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительный допинг пробы российских спортсменов. У российской стороны 21 день на апелляцию по поводу решения ВАДА. Не знаю, конечно, будут ли подавать апелляцию, но вряд ли она что даст. И все-таки хочется, конечно, как-то оправдать российский спорт, но эта тема уже достаточно давно муссируется в различных средствах массовой информации, в том числе и на ютубе. И все-таки я думаю, что есть какие-то огрехи в антидопинговом комитете России. Так что, наверное, наказание от счастья справедливое. Но справедливое оно, наверное, только для чиновников, не для спортсменов, которые чистые. Почему они должны страдать? Почему они, конечно же, могут выступать, судя по этому заявлению, но они могут выступать только под нейтральным флагом. И это очень не круто, потому что люди с самого детства занимаются спортом, идут к своим целям, к каким-то достижениям. И вот вроде бы уже все хорошо, все классно, они классно подготовились, они выступают, побеждают. Но они всего лишь какие-то непонятные, просто олимпийская сборная из России, а не спортсмены из России. Что это вообще такое? Почему должны страдать, в том числе и болельщики? То есть это тоже не очень круто. Ну, понятное дело, что есть люди, которые нарушают. Окей, наказывайте их, наказывайте их, там тренеров, причастных людей к этому. Но, получается, целую страну наказывают из-за каких-то людей, которые совершили, я думаю, я уверен в этом, что они совершили какие-то нарушения. Но, в общем, друзья, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Делитесь этим роликом со своими друзьями, пусть они тоже выскажут свое мнение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Максим Шубин, всем удачи и да пребудет с нами сила. Еще, ребят, горячая новость прилетела. Отстранение России включает футбольный чемпионат мира 2022 года. Решение об отстранении России от всех крупных соревнований, принято исполком всемирного антидопингового агентства, касается чемпионата мира 2022 года. По футболу утверждает BBC Sport. При этом запрет не коснется Евро 2020, так как UEFA не считается организатором крупных соревнований в контексте антидопинговых правил. И напоминаю, что у российской страны есть 27 дней на апелляцию по данному решению. Это страшно, друзья мои. Это очень страшно, потому что, ну, это политика, наверное, все-таки это политика. И то, что отстраняют сборную России по футболу, которая сейчас, в принципе, на ходу. И на чемпионате мира она вполне могла бы отобраться на следующий чемпионат мира. И там, я думаю, достаточно достойно выступить. Может быть, даже выйти из группы, еще что-то там, как-то по ходу плей-офф себя показать. А ее могут отстранить. Причем даже не могут. А это вот уже, ну, не на 100%, но процентов, наверное, на 80. Это, скорее всего, так и будет. Это ужасно, друзья мои. Ужасно. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу тоже думаете. И делитесь со своими друзьями. И делитесь со своими друзьями.